Всем привет! Вы на канале Мошенники звонят по телефону. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и бить в колокольчик. Приятного вам прослушивания! Хорошо. Ну не знаю, надо смотреть. 14 сестра в смс вам приходила? Может быть надо смотреть. Я посмотрю. Так, возможно вы запишите тогда? Давайте, давайте запишу. 143 913 Нина Петровна, телефон твой звонит! Алло? 668 668 Да 09 295 295 14 39 13 66 80 92 95 295 Еще раз. 14 39 Ну давайте вы снова заново. 14 39 13 65 80 92 95 Так записала, да. Так, смотрите, сумма оплатила... Подождите... Сейчас она подойдет, подождите, сейчас она подойдет, подождите секундочку, повесите, она подойдет сейчас. Да. Смотрите, сумма оплатила 3290 рублей, плюс почтовый перевод за наложенный отзор. Адрес почтового отделения, улица Ленина, 4. Да, я знаю, где почта. Да, подскажите, когда планируете забрать заказ? На неделе заберу. Хорошо, какого числа тогда ожидать на почтовом отделении? На неделе? Ну, сегодня понедельник, 13.06. Тогда вы сможете подойти. Ну, на неделе заберу, на неделе подойду. До какого числа заберете тогда, подождите? Что? Не нужно сделать отметку. До какого числа подойдете. Не нужно сделать отметку до конца недели. Ну, до конца недели. Ну, я хотел проинформировать, что в каждом неделе разная пеня с указанием. И чтобы вы не переплачивали, вам нужно забрать заказ в течение 5 дней. А у нас какая пеня? Я не могу вам сказать. А кто скажет? Кто скажет? И так живете в телесуре, когда пусты раньше времени отправляют заказ обратно, если клиент не предупредил потрудников о выкупе. И таким образом покупателям приходится перезаказывать товар уже по новой цене без этих акций. Не хотелось, чтобы вы попали в такую ситуацию. А какую ситуацию не поняла? Какую ситуацию? Что за ситуация? Ну, посылка отправится обратно. А как она отправится-то, если я ее не заберу, заберу? Ну, я... Я бы говорил, что Польша оставляет за собой право отправить заказ раньше времени. Не-е-е, не-е, не переживай, не отправляют у нас. У нас идет посылка, все нормально. Хорошо, подряд. Какого числа вы сможете тогда забрать заказ? Ну, на неделе заберу. Ну, подскажите, какого числа? Ну, не знаю, на неделе. Ну, мы хотели сделать вам сюрприз, но улучшить эту информацию сейчас. Дело в том, что при первом заказе интернет-магазина, отправляйте сеткат, который можно отоварить в топол-интернет-магазинах страны. И номинал сетката зависит от суммы заказа. Так, вижу, что он вложен номинал сеткатом в тысячи рублей. Так вот, чтобы его активировать, необходимо, чтобы выкуп произошел в течение первых тысяч дней с момента поступления заказа на почту. После выкупа вам перезвонил этот оператор и вы архивируете сеткат. Не хотела, чтобы вы потеряли такой податок. Когда вы сможете выкупить посылку? Ну, на неделе же я сказала. Или Петровна принесет, потому что пенсию деду понесет или принесет на неделе? Я вас услышал. В течение каких дней вы заберете заказ? Ну, сколько в неделе дней у нас? Семь, вот семь недель дней. Нет, ну смотрите, сегодня понедельник. И у нас, да, у нас тоже понедельник. До воскресенья 13-го числа. Ну да. Так, воскресенье у нас 19-го числа, сегодня понедельник 13-го числа. Наверное, у нас тоже так же 13-е. Хорошо. Я вас услышал. Ну, какого с вами сделать заметку, что вы заберете заказ? Ну, любую, какую вам нравится. Любую поставьте до конца недели. Ну, нам нужно знать, чтобы вам позвонить тогда. Ну, я могу сама позвонить, если вам сложно. Нет, нам не сложно. Ну, позвоните тогда. Хорошо. Такого числа тогда заберете? Ну, как Петровна пенсию понесет, может, тогда заберу. Она мне принесет посылку? Она всегда приносит, если что-то есть. Или письма, или посылки, или какая-то еще другая корреспонденция. Возможно, у вас самостоятельно получится. Возможно, получится, да, до конца недели получится. Так, смотрите, сейчас я проинформирую. Возможно, в субботу, в воскресенье почта не будет работать. Так, секундочку. У вас получится до пятницы забрать заказ? Не знаю, может, получится. Хорошо. С какого числа тогда до пятницы заберете? В какой день? Ну, до конца недели заберу. Или сама, или Петровна принесет пенсию деду, понесет и заберет. С твоей стороны, мне хочу вам напомнить, что во время оформления заказа именно вы были инициатором и заключили 8 договора с вертой. В случае не выкупа заказа, вы нарушаете этот договор, и на вас могут быть возложены штрафы, превышая тех, кому у вас... Что? Не поняла. Какие штрафы? О чем штрафы? Про что штрафы? Как же будете вместить вам список базов? Ничего не поняла. Какой список? Этот факт осложняет для вас оформление заказа на сайт-магазинах. Не, не сложно вообще, позвонили сами, все было нормально, не сложно было. Спасибо, не сложно. Я написала там телефон и имя свое, и все. Я вас услышал. Алтанай Атайна, подскажите, в какой день вы сможете забрать заказ? До конца недели заберу или Петровна принесет. Хорошо. Делаю отметку, что заберете до воскресенья 19 числа. Верно? Делайте. Делайте, конечно, я не против. Хорошо. При заборе заказа у вас на по себе иметь паспорт и тайкос посылки. Также обращаю ваше внимание, тот, который вы записали. Также обращаю ваше внимание, так как посылка отправлена наложенную до сезон, оплата будет наличными при получении. После получения мы скажем все дополнительно. Какими, какими оплата, еще раз, какими? Оплата будет у вас наличными при получении. А, ну, деньгами, да. Я знаю. Да. Хорошо, тогда всего доброго. Да, до свидания. До свидания. Алло? Ваша посылка ожидает вас на почте. Для получения информации, оставайтесь на линии. Алло? 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 Вы меня слышите? Я вас слушаю. Нет. Выливается, где я поменду, раздела контроля выкупа заказа. Вы делали у нас заказ на телевизионную. Алло? 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 Вы где? Я вас не слышу. Вы где-то идете по сугробу? Сейчас я вам перегонить. Хорошо. Алло? Что здесь здесь? Слушаю. А кто это? Слушаю. А кто это? Вы делали у нас заказ на телевизионную антенну. А вы с другого номера уже звоните, да? Я не знаю. По краю видна, поэтому пришлось бы по номеру. Алло? Алло, я вас слушаю, да. А что вы хотите услышать? Я вас не понимаю. Что вы говорите? СМС по повесению с прикодом приходила? Какое? СМС с прикодом вам приходила? Приходила, да. Сумма к оплате у вас 3290 рублей. Алло? За наложник. Вы меня слышите? Плохо. Как будто вы идете по сугробу. Алло? Сумма к оплате 3290 рублей. Да, хорошо. Вы слышали меня? Я знаю, да. Улица Ленина, 4. Адрес такого отделения. Да, я знаю. Спасибо. Подскажите, когда вы заберете заказ? В ближайшее время заберу. Какого слова заберете? Ну, ближайшее. Алло? Ну, подскажите дату, какого слова заберете заказ. Ну, не знаю дату. Я пенсию жду деду. Деду пенсию принесут и посылку принесет. Алло? 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 Что случилось с вами? Алло? Вы куда-то делись, а? Алло? 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 Опять вы? Алло? Ну, как будто вы по сугробу идете где-то. Алло? Вы где? Алло? Алло? Что у вас происходит? Алло? Заказ. Заказ. Алло? Заказ. Алло? Заказ. 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 Вы мне звоните, алло? Вы кому-то звоните, не мне? Заказ. 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 Алло. Когда вы сможете забрать? Что когда с лагу? Не поняла я ничего. Когда вы сможете забрать заказ? Какой заказ? Переждённый МТС. А я же сказала уже. Вы, наверное, опять мне звоните. Мне уже звонили вы сейчас. Закупите. Заберёте заказ. А, чего забрать? Закого, Асислав. Пенсию деду принесут. Я же сказала всё. Это опять я, да. Пенсию принесут деду. И всё принесут. Мне Петровна сказала. Закого, Асислава, заберёте заказ? А как она мне принесёт, у неё заберу. Хорошо. Закого, Асислава, заберёте заказ? А она у неё сразу же заберу. Как принесёт? Со своей стороны, хочу вам напомнить, что во время оформления заказа, и на выборный штат, и заключили в общем договор отверстия, после не выкупа заказа, вы нарушаете этот договор, и на вас могут быть согласными штрафы, превращающиеся к выкупу. Нет, ничего не нарушаю. Мне пенсию принесёт, деду, и принесёт мне. Я забираю, всё, всё, сразу забираю. Какой список, не поняла? База неблагонадёжных... Это чё такое? Этот пакт осозняет для вас оформление заказанных в магазинах, и это... Это чё такое? Давайте сейчас вопрос мирный, и тогда вы выкупите ваш пакт. А я же сказала, вы опять мне позвонили. У вас есть выбор. Вы купите специфицированный товар, и запасе в базу наших постоянных лицев. Также вы сможете COVID-19 получить подарок, который у вас посылся... А какой подарок? Либо мы передаем ваш личные данные в базу неблагонадёжных клиентов. Это какие? Это какие-то таких? А каких таких клиентов не поняла? Мы передаем ваши личные данные в базу неблагонадёжных клиентов. Это какие-то такие неблагонадёжные? Это кто такие? Вы компенсируете затрату интересного магазина, который он принес на выполнение вашего заказа. Какой у вас выбор? А какой выбор? Не поняла ничего. Выбор в чем? Алло, а что за выбор-то? Что выбирать надо? Я не поняла. Вы не выкупаете ваш заказ по ссылке от у вас данных в юридический отдел. Какой отдел? Какой отдел? Не надо в юридический. Пусть на почте будет, мне Петровна ее принесет. Зачем? Она сейчас унесет опять куда-нибудь и не дойдет? Пусть там на месте лежит. Не надо в юридический отдел. Потом не найдет ее она. Получаем тогда все свои выпутки обратно. А страховая компания будет. Чего? Мы получаем все что-то. Ничего не поняла. Вы опять в сугробе там? У вас что-то получилось? Алло? Что у вас случилось? Алло? Ваша пока ожидает вас на почте. Для получения информации отступайтесь на линии. Алло? Алло? Антонная Каина, здравствуйте. Здравствуйте. Алло? Меня зовут Анастасия. Мой интервью контроль и выкуп по заказу. Мы сделали заказ на телевизионную антенну. У вас посеток на 350 каналов. Поскольку уже 8 дней на почте лежит. Вы когда поняли это забрать заказ? Я знаю. Я знаю. Да, спасибо. Вы говорили, что вы с 19 заказа берете. Вы выкупили посылку? Нет, пока жду. Какого числа приняли это забрать? Ну, я жду, как Петровна принесет пенсию деду и принесет мне посылку. Ну, имеете в виду, вам что, чтобы ее домой принести? Ну да. Пенсию принесет деду и мне принесет. Какого числа вас принесет принять? Ну, вот до конца месяца должна принести. Месяца должна принести. Просто хотелось проинформировать, что в каждом регионе разное пение хранения. Нет, я узнавала, у нас нет никакой пени. Я узнавала, нету пени у нас. Петровна сказала, бесплатно хранится. Ну, у некоторых почек есть. Нет, нет, у нас нет, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, у нас нету. Просто так же могут посылку отправить обратно. Нет, Петровна сказала, ничего не отправит. Петровна глядит за ней и сказала, ничего не отправит. ну вот на этой неделе говорила будет пенсия деду и принесет на этой неделе да как петровна сказала это на почте это на почте почитается на пенсию приносит деду и какие письма посылки приходит тоже приносит ну вот как точно петровна принесет я точно заберу ну какого это числа ну вот на этой неделе пенсия должна быть пенсия на этой неделе до конца этой недели это до какого числа примерно а какое число будет до конца недели я не знаю но это 24 будет потому что ну и у нас тогда тоже будет 24 у нас одинаково будет у вас трек номер сохранился да мне диктовали я писала да кто-то звонил в интернет-магазина по поводу ваша заказа на телевизионную антенну мы ранее общались согласовали за тубыку подачали раньше мы общались на да я не номера левки верно а значит компания вы общались она может быть да да остались а когда планируете до была сегодня а сегодня начала ли сегодня общались звонили уже не сегодня одни когда планируете собрать посылку а я сказала уже Как, Петровна, пенсию принесет, деду, так и принесет посылку? Еще раз, когда я не услышал, по дате, когда вы планируете забрать посылку? А как, Петровна, принесет пенсию, деду, так и принесет, я же говорила уже. А когда именно, подскажите, по дате, когда принесет посылку? Ну, как, Петровна, принесет, я не знаю, как придет пенсия, деду, так и принесет, должна принести скоро. Ну, прилипись, до конца недели, до 4 года, до 5, то какого срока планируется? Ну да, где-то так. как пойдете забирать собой возьмите паспорт и тракот оплата наличными будет при получении петровна принесет конечно да так товар уже на почте не нужно никуда нести напаление 4 вас и так ожидает Только вы придете сразу... Ну да, да, я знаю. А когда сможете подойти на почту? А зачем ходить-то? Петровна принесет. А вам принесут домой, правильно, посылку? Да, Петровна принесет деду и посылку принесет. Все, понял, мы тогда вас ожидаем. При выкупе с собой паспорт, ракот. А вы где будете меня ждать? Не ожидаем. А вы где будете меня ждать, не поняла? Мы потом после выкупа вас наберем, чтобы все вам понравилось и все хорошо. Ну да, а ждать-то где будет? Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Алпинай Акаевна, добрый день. Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Марина, я мангер отдела контроля выкупа заказов. Несколько дней назад мы с вами договаривались, что вы купите посылку 24 декабря. Отскажите, пожалуйста, по какой причине мы не смогли забрать заказ? А что за посылка? Про какую посылку речь идет? Антенну вы заказывали у нас. А, антенна? А что-то там с ней какая-то проблема. Какая проблема? Ну, там не от вас пришла посылка по такому номеру. Ну, по от кого? А, не помню уже, напомните мне этот номер, который у нее. Вы хотите, чтобы я вам трек-номер протисковала? Да. 143-913-568. А, да, да, да. Вот это, на 95 заканчивается. Да, что не так с посылкой? А там какая-то Яшина мне прислала посылку. Это не от вас? Еще раз. Какая-то Яшина прислала посылку, это не от вас? Дело в том, что мы работаем напрямую с официальными поставщиками данного товара. Поэтому денежные средства отправляются также именно ему. Данный поставщик официально зарегистрирован в нашей компании. Товар полностью проверен нашими специалистами. Ну, то есть подтверждение, сертификат качества, который вложен в вашу посылку. Ну, хорошо. Когда сможете забрать заказ? Так это ваш поставщик, это не мой поставщик. Мой поставщик, вы? От вас посылку жду. Ну, вот от нашего поставщика вы вам пришла посылку. Нет, от вас. От вас поставщик вам должен присылать. По своей стране хочу вам напомнить, что вы были на оформлении заказа, именно вы были инициатром и заключили в случае не выкупа заказа. Вы нарушаете этот договор. Я выкуплю. Я выкуплю. Как прислете, сразу выкуплю. Я же будете внесены в черный список, этот факт. Вы с кем разговариваете сейчас? Вы со мной разговариваете или с кем-то другим разговариваете? А с кем разговариваете сейчас, я не понимаю. А кому-то говорите, да? Мне подождать? Вы с кем сейчас разговариваете? Я тут. Алло, алло, вы с кем разговариваете? Мы уладим этот вопрос мирно. Подскажите, когда сможете забрать запас? А я же вам уже ответила. Вы с кем сейчас разговаривали? Сейчас меня не слышали, наверное. Мы предлагаем на выбор несколько вариантов. Вы можете выкупить посылку в течение пяти дней, попасть в базу наших постоянных клиентов. Также вы сможете получить подарок, который у вас посылка. У нас будут гарантированы следующие заказы. Хорошо. Я выбираю вариант. Даны в базу из благонадежных клиентов, а также вы компенсируете затраты интернет-дак. Это все вместе с вот этим, если выкуплю, то внесете или что? Не поняла. Если вы не выкупите, внесем. Что? Алло? Это если не выкупите, внесем. А я выкуплю? Конечно, выкуплю вариант А. Выбираю вариант А. Когда вы выкупите? А как, пришлете сразу же? Выкуплю. Присылайте поскорее. Я же жду уже давно. Она на почте. Можете идти выкупать. Нет, от вас ничего нету. Я ждала. ООО ГОСТ. Послушайте, пожалуйста. Я помню. Да, я заказывала ООО ГОСТ. Я от вас жду посылку. И нету где моя посылка. Я уже давно жду. Не необходимо забрать заказ. Так а нету? Нету заказа-то пока от вас. Где заказ от вас? Сколько можно уже ждать, что телевизор не идет совсем? Не идет телевизор. Я обещаю вам, что посылка будет не выкуплена. Наше руководство будет вынуждено обратиться в вышестоящий. Алло? Вы опять с кем-то разговариваете? Вы со мной разговариваете или нет? Нет. А с кем разговариваете-то? Я-то тут. Вы с кем-то другим разговариваете? По другому телефону, да? Алло? Всего доброго. Алло? А что вы сказали-то, я не поняла. Вариант А выбираю. Ва-а выбираю. Алло? Всего доброго. До свидания. А с кем разговариваете сейчас? Не со мной опять? Алло? Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Алтаная Акаевна. Слушаю вас. Меня зовут Олег. Я менеджер отдела контроля выкупов заказов. А Екатерина где? Что еще раз? А Екатерина где? Какая Екатерина? Который Богдан? Что еще раз? Который Богдан? Что за Богдан? А мне вчера звонил Богдан, а потом он сказал, что он Екатерина. Запутался на это. Я не понимаю, о ком вы сейчас говорите. Никакой Богдан и Марина вам не звонили. А вы откуда мне звоните? В смысле откуда? Ну может вы какие-то другие. А вы откуда мне звоните? Вы делали заказы у нас в интернет-магазине. Делали заказы в телевизионную антенну. А как магазин называется у вас? А магазин как называется? А это 50 канала. Магазин называется Just Good. Ну и он мне тоже звонил, сказал, что есть Just Good. Который Екатерина. Алтаная Акаевна, этого не может быть. Ну я знаю же, я помню хорошо. Ваша посылка находится на почтовом отделении 19 дней. Подскажите, пожалуйста, когда вы планируете забрать вашу посылку? Ранее вы говорили... Где она находится? ...24-12-го. Где находится она? На вашем почтовом отделении. А как на почтовом? А внутрь чего не занесли? Внутрь-то почему не занесли? Посылка находится на почтовом отделении. А почему внутрь не занесли? Надо внутрь занести. Она намокнет. Она на почте. Да. На отделении, говорите. На крыше, что ли? На почтовом отделении. Ну, а зачем нам на отделении-то? Надо внутрь занести в отделение. А вот она... А вот она... Вот ведь поэтому Михайловна найти ее не могла. А она у вас на отделении почему-то лежит. Что за бардак? Что значит, Алтаная Акаевна, если вы... Хотел бы вас предупредить. А чем? Если вы покупаете ваш заказ, так как вы были инициатором... А как его найти-то можно было? Кто мог подумать, что она на отделении-то лежит, а не внутри? Просто у вас могут быть возложены штрафы, превышающие сумму вашего заказа. Так же будете нечемли в базу неблагомодерных покупателей. Таких покупателей? А как ее взять-то, если она наверху? Пусть скажите, чтобы ее внутрь занесли. Михайловна тогда найдет ее. Нерно. И вот ищите, как вы можете купить ваш заказ. Так а пусть внутрь-то занесут? Михайловна искала, не могла найти... В последние 5 дней, попаясь в базу наших постоянных клиентов, также получите подарок. В ходе этого посылки у вас будут гарантированы отписки на последующие заказы. Хорошо. Хорошо, вы внутрь занесите, Михайловна заберет, тогда найдет. Вы слышите меня или вы с кем-то разговариваете там? Вы меня не хотите слушать. Я вас хорошо слушаю, а вы со мной не разговариваете почему-то, а вы с кем-то другим разговариваете. Алло. Я вам скажу, что вам необходимо выкупить ваш заказ. Ну хорошо, хорошо. Подскажите, пожалуйста, когда вы заберете свою посылку из большого отделения? Так а когда внутрь занесете? Если она на отделении, как вы нашли-то ее? Вы сами понимаете, что говорите? Вы там побросали все наверх? И все, а где найти-то ее? Я Михайловну попросила найти, она говорит, нету там посылки с антенной. Посылка находится у вас в почтовом отделении. А говорите на отделении. Вы сами не знаете, где она находится? Поступила на ваше отделение. Поступила на ваше отделение. Опять на отделение поступила. А занесли уже ее внутрь, да? Приставка на Алжаная Каевна. Такая приставка. Я приставку не заказывала, я только антенну заказывала. Вот сейчас опять еще в юридический отдел, ничего тебе вообще не найдут. Вы там все ее туда-сюда таскаете-то, то на крышу, то внутрь, то теперь еще в юридический отдел поднесете. Мы как ее найти-то можем, а? Что у вас там за бардак с работой? Ну так вот именно, что из-за вас без заказа осталось. Вы туда-сюда таскаете. Если ткнете на ссылку в описании канала, вы можете услышать еще больше роликов с Алтынай на сайте канала. На канале скам вызов принят по ссылке в описании. Алтынай, уйди ради бога, у тебя ничего не получается. Ну ты отстань уже от людей. Отстань от меня, я с вами объявляю свои ролики. Алтынай, уйди отсюда. Отстань. Отстанцы. Продолжение следует...